здравствуйте друзья давайте сегодня посмотрим на телефон nokia lumia 535 то есть microsoft lumia 535 dual sim что же здесь есть здесь есть камера на 5 мегапикселей светодиодная вспышка три с половиной миллиметра джек микро usb сзади у нас динамик такой средний не сильно громкий кнопка включения кнопка регулировки громкости спереди у нас камера на 2 мегапикселя датчик приближения датчик освещения логотип microsoft давайте посмотрим что он умеет умеет он пробуждаться двойным тапом она работает не так корректно как хотелось бы экран здесь 5 дюймов разрешение 540 на 960 как вы можете видеть сами угла обзоры хорошие очень слишком отзывчивый очень слишком отзывчивый из-за этого из-за этого вам приходится нажимать там на одну допустим вот вам надо потихоньку листать она может нажаться но это не происходит не так постоянно как вы подумаете но такие лаги бывают здесь батарейка на 2000 миллиампер батарейка ее вам хватает если при среднем использовании ее хватает где-то на два дня если вы пользу будете пользоваться нормально так не слишком жалея телефон то его его вам хватит на целый день я утром только его зарядил у меня осталось вот можете увидеть 87 процентов я думаю это неплохой показатель давайте сразу начали рассказывать о минусах минусы экран не очень экран минус разрешение 540 на 960 зернистость видна верность зернистость есть как высчитывать плотность пикселей я там указывал и оставлю под этим видео можете сами все еще раз посчитать и повторить минус камера здесь минус да она может там запечатлеть документы еще что то но не более от этой камеры на 5 мегапикселей вы можете ждать не ждите такого эффекта на котором выдает тот же iphone 4 на iphone 4 камера снимает гораздо лучше давайте запустим приложение камеру и вот можно все настраивать баланс белого все можно настраивать давайте посмотрим настройки можно выставлять формат 16 на 9 или 4 на 3 4 на 3 это разрешение как на айпадах а 16 на 9 это широкоформатный уже вот максимум что он может снимать видео 848 на 480 минимум 640 на 480 это очень мало есть автофокус автофокус срабатывает так принципе неплохо но не идеально за такую цену можно ее простить можно не прощать за такую цену которую и предлагаю час я думаю что можно еще подкопить и взять телефон на андроиде мы из у м2 ноут думаю стоит будет стоить 130 долларов вот так вот а этот телефон стоит где-то у нас казахстане 90 80 долларов стоит я думаю лучше подкопить и забрать купить сразу нормальный телефон есть автоматический режим управление яркостью телефона можно самому вставлять как угодно высокий порог высокая яркость высокий уровень яркости она не так плоха не умном свете можно увидеть то что вы хотите то что вы хотите на улице как бы читабельно а нижняя она очень ярко ночью читать на нем что то как бы глаза он режет режет хорошо здесь своей памяти 8 гигабайтов вставляется флешка до 128 гигабайтов я не думаю что человек купивший за такую сумму вот такой вот телефон поставится до 128 гигабайт максимум я думаю поставить 32 или 64 гигабайта оперативной памяти здесь 1 гигабайт гпс работает хорошо есть карта своя вот она осталась еще от ноки ноки люмия можно выставлять 3d можно выставлять и в 2d карту здесь установлен 4 ядерный snapdragon 400 с тактовой частотой 1.2 гигагерца плавность очень хорошая экран как я говорил она очень чувствительная очень очень бывает что она сама по себе заходит при праве пролистывание можно вот эти вот кнопки хоум кнопка хоум кнопку поиска и назад вот таким вот образом их спрятать или же вывести обратно на экран слышимость собеседника очень хорошая на высоком уровне вот видите не с первого раза о чем я говорил смотрите если пользоваться телефоном хорошо уже два два процента уже нету за восемь минут это давайте я вам включу какую-нибудь музыку какую-нибудь и вы послушаете я думаю что это не очень то много не очень то сильно она играет есть поворот экрана давайте вам покажу сведения об этом телефоне не сведения а память хотел показать память вот контроль памяти своей памяти 8 гигабайтов благо есть функция такая что вы можете устанавливать все свои приложения на еди карту такую функцию он поддерживает давайте запустим пару игр попробуем поиграть чуть-чуть любимая моя игра совой серферс я на ней в ней поиграл чуть-чуть на этом телефоне и она как бы мне не сильно понравилось потому что телефон дергается у windows 8 и 1 работает до ним очень хорошо без никаких никаких нареканий если вы ждете если вы хотите поиграть м и чтобы у вас был телефон под рукой я не думаю что этот вариант вам подойдет потому что здесь приложение магазине очень мало приложений очень очень мало даже инстаграм только бета версия здесь нету а ему приложили приложение которого можно звонить и многих таких приложений здесь нету на windows так что прежде чем покупать этот аппарат вам стоит задуматься очень хорошо чего надо от телефона если вы замечаете есть фризы есть подлагивание потихоньку потихоньку дергается вот если посмотреть сзади вот задний фон то что там потихоньку прорисовывается это у вас видать что она уже дергается давайте еще поиграем чуть потяжелее игру давайте шесть стволов запустим попробуем запустить видите из-за того что оперативки не хватает не хватает там не знаю еще чего и он просит чтобы мы закрыли фоновыми режимами остальные приложения я давайте вообще уберем музыку одиночная игра самое главное я думаю этот телефон подойдет людям которым у которых уже есть основной телефон и которым нужен просто телефон для связи гикам и тем которые любят поиграть этот телефон однозначно не подойдет но у него дизайн очень хороший если так посмотреть у него вот здесь вот камера выпирает по чуть-чуть как на нокия нокия люмия 15-20 это очень прикольно выглядит аппарат в руке лежит очень хорошо давайте вам покажу у меня среднестатистическая рука не такая маленькая не такая большая и она у меня в руке лежит очень хорошо одной рукой можно пользоваться вот видите игра тормозит она будет всегда вот так вот тормозить то есть вай фай тогда поиграем gd racing 2 вот игра тормозит видите ну кто хочет поиграть тот наверно поиграет но некомфортно будет будет не очень комфортно на этом все спасибо большое за внимание ставьте лайки подписывайтесь до свидания я думаю